Добрый 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 вечер! Вечерний эфир. На данном этапе Хеллрайзерс уже забрали себе Шейкера, забрали Сефа и забрали Кентавра. Со стороны команды Тинкер, Чен и Снайпер уже ушел в пик. В плане Бани у нас Тролль Варлорд, Бэтрайдер, Клокверк и Бристлбэк отлетел для Хеллрайзерс. Со стороны Тинкеров Виспа забанили, забанили Веншфул Спирит, Шторма и Сларка. Ну, по пику, в общем-то, стандартный набор, никаких новшеств, никаких удивительных комбинаций, разве что Кентавр не самый частый гость. Хотя для команды Хеллрайзерс Кентавр достаточно часто используется. Ну, со стороны команды Тимырина Тинкерина. В общем-то, все понятно, ранний пуш. От Чена будем наблюдать, я думаю, ну, разумеется, терпящий, не терпящий, точнее, а просто нудный и стреляющий нон-стоп снайпер. Кстати, по поводу Тим Тинкер вообще. Приврали они к рукам. Пока что он выступает в роли стендина, но, по-моему, информация более чем подтверждена, что Блэк выступает у нас за Тим Тинкер теперь. Покинул он ряды команды в Вичи Гейминг. Вичи Гейминг там на его место кого-то нашли. По-моему, Хао туда ушел из Ньюби. Ну, вот, а теперь Блэк играет у нас за Тим Тинкер. Вернулся в Европу и в Европе продолжает свою карьеру дотера профессионального. Ну, пожелаем ему удачи, без вопросов Блэк. Парень известный, дотер тоже маститый. И свои, я думаю, результаты за Тим Тинкер будут не хуже него, чем за Вичи. Собственно, его лично и так точно. Ну, плюс комфортная ситуация для тренировок и всего остального. В общем-то, родные края. Со стороны команды Хелл Рейзерс 40 секунд осталось у Дреда на то, чтобы разобраться с четвертым героем. На данный момент имеется эсэфка. Скорее всего, Кентавр у нас отправится на сложную. Шейкер, Скайра, Смак у нас наверняка будут лайн-саппортами. Ну, и надо еще персонажа Артесу взять, если, конечно, Артес у нас не решится играть на фармящем Кентавре. Ну, это больше похоже на фантастику. Хотя, в принципе, ничего невозможного нет здесь. У Тим Тинкер Рубик лайн-саппорт, снайпер Митчен отправляется в лес. Нет сложной и нет фармящего героя на лайм. Хелл Рейзерс Бристл Бэка отправили в баню и отправили Клокверка, также Бэт Райдера. Сложную практически исключают у команды Тим Тинкер. Пока что, собственно, до сложной не добрались. Ну, вы видите, что из четырех банов Хелл Рейзерс смогли сразу три отвезти оффлейнером. Есть, опять же, Тайт Хантер, есть, опять же, Акс, который смело может идти у нас на сложную и там прекрасно себя чувствовать. Ну, опять же, с кое-каким саппортом, хотя места для саппортов толком-то и не осталось. Чем у нас уйдет в лес, Рубик на лайн пойдет. Но если бы здесь дазл какой-то был или ВД, я бы, конечно, еще подумал. А так вполне может быть, что Акс отправится либо даблой на топ, либо пойдет фармить в легкую. Что тоже наобыкновенно для современной доты. Ну, последний бан, что от Хелл Рейзерс, что от Тим Тинкер. Скайрос Мага, кстати, забрали Хелл Рейзерс для себя. И все, по саппортам укомплектовались. Осталось выбрать фармящего героя. Я даже думаю... Ну да, скорее всего, это будет герой в легкую, герой в триплу. Кентавра можно, по-моему, смело отправлять на сложную. Либо даблой, либо в соло. Джаггернаут отлетает у нас в баню. Последний бан со стороны Тинкеров. Осталась всего одна минута. Долго думает Тим Тинкер. Ошибиться не хотят. И, наверное, правильно не хотят. Ошибка против Хелл Рейзерс уже стоила большого количества поинтов ни одной команде. Хелл Рейзерс идут на первом месте в европейской группе. А сыграли 4 матча, 7 поинтов заработали. Собственно, практически все, что можно было вывести из 4 каток Бестов 2, вывезли. Одну отдали. Причем отдали сейчас, вспомню, по-моему, Би-Би-Си. Немножко помяли у нас Хелл Рейзерс. Ну, скорее всего, по-моему, да. Балкан Бирскор Леона. Фантом Ассасин. Фантом Ассасин уходит в последний бан от команды Тинкер. Ну и ждем. Совсем немного. 30 секунд осталось на то, чтобы пикнуть Керри. И Тим Тинкер понимает, что здесь нужно Керри. И я понимаю, и думаю, вы понимаете, что Керри Хелл Рейзерс нужен. Кентавр наверняка уйдет в сложную, либо соло, либо даблой. А вот тот, кто будет выфармливать тот самый план Б. Палочка-выручалочка в лейт. Пока что этого у команды Хелл Рейзерс не имеется. Морфлинг. Вот так вот. Непростой пик. Непростой герой. Вообще не классический на роли Керри. Он в последнее время практически не появляется. Ну, теперь посмотрим. Теперь посмотрим, что у нас вообще под Морфа есть. И как у нас Морф будет вести себя. Ну, понятное дело, что очень сильный Керри. При наличии вменяемого фарма, при наличии большого количества денег и экспириенса, Морфа очень сложно стопить. Ну и здесь тоже нестандартный ответ от Тим Тинкер. Флоу Брудмазер у нас забирает. И Бруда у нас устроит неприятную жизнь. Как минимум на одном лайне. Ну, какой-то будет лайн сейчас посмотрим. Пока что не буду, в принципе, выдумывать ничего. Так, Горец у нас забирает Кентавра. Дредд будет отыгрывать на Скайвера с маги. Артес у нас играет на Морфлинге. А Фониджи играет на Шадоу Финде в мид. И Гадем на Шейкере. Отправляется у нас саппортить на лайн. Ну что, по героям все-всех разобрали. Флоу у нас будет играть на Бруде. Кошка играет на Снайпере. Наверняка в миде. Пинг Панда отправляется в лес. И Блэк будет фармить на легкой при помощи Пайлайдая. Команда Хеллрейзерс уже впятером отправилась во вражеский лес. Тут, в принципе, будет кого зацепить. Конечно, Рубику есть вариант подсейвить и себя, и Акса за счет телекинеза. Главное не вырываться вдвоем. Что Дредду, что Горцу. Ну что, уже увидели друг друга, игроки обеих команд. В Блэка полетели голуби. Очень-очень медленно. Практически без урона для Блэка. А вот Пайлайдая проседает по хп. Ну и сюда же приходит Афониджи. Пока не дерутся. Пока просто друг на друга смотрят. Ну и Горец спрятался за дерево. Нет его здесь. Что вообще это такое? Здесь уже подходит Гадем. У Гадема тоже толком нечем зацепить. В удачной позиции находятся игроки команды Тим Тинкер. Тут, собственно, и с лесу фиссуры не достать. Ну а если достать, просто потратить ману. Закрыть невозможно. Пайлодай опять встречается с Гадемом. Еще одни прощальные голуби от Дреда. Отправляются команды на лайм. Дред подходит на мидлейн. Тут, видимо, будет помощь какая-то Афониджи. Или просто нахарасит у нас кошку. Ну здесь можно и огрести неплохо. Вот Снайпера. Снайпер точно не мальчик для битья. И персонаж такой, который Скайрос Магу очень быстро все на пальцах объяснит. Ну Дред отсюда уходит. Еще и Крип-Крип за ним увязался. Бедняга Дред убегает. Здесь на сложной стоит Горец. В соло против него стоит Флоу. На Брудмазер. У Флоу пока ноль крипов. У Кентавра три. Три-один. Ну нормально. Горец, в принципе, Флоу потихонечку гоняет. Ну прекрасно понимаем, что для Бруды относительно комфортная ситуация. Постоянно хил. Постоянно крутой реген от Вебов. Все это, понятное дело, каким-то образом надо будет Горцу контрить. Как-то это надо будет с этим справляться. Ну в это время Артес у нас фармит сложно и фармит при помощи Гадема. Получает от Блэка очень сильно. Контр Хеликс, по-моему, раза четыре прокнул. Бедняге Морфлингу всю воду порезал. Нормально. Артес у нас отхиливается. У него 2-0 по крипам и 10-2 у Акса. Понимаете, прекрасно, что вообще по фарму на ранних левелах у нас у команды Хелл Рейзерс. Блэк причем стоит в соло. Рубик отсюда ушел. Пайлайдай занимается тут дабл-отводами крипов. Еще с Гадемом решила забраться, но руну должен забирать. Да, Пайлайдай забирает у нас руну и Гадем просто ни с чем. Во-первых, стоял долго, во-вторых, достоялся до того, что просто отбросили его как котенка от руны. И взрослый дядя подошел, забрал ее. У Пайлайдай уже появляется сапог. Давайте по ранним шмоткам посмотрим. У Кошквы имеется, у Райсбенд есть Бутс оф Спид. У Акса маловато как-то у Акса. По-моему, что-то Блэку должно бы прилететь. Хотя, в принципе, 12 крипов, да, не так уж много. Ты уже нарисовал золотые горы у нас у Блэка. Нет, ничего такого. Блэку остается 200 монет до Транквилов. У Артеса есть тапок, есть Ring of Protection. Ну, готовится выход в базилку, там дальше до Аквилы. У Артеса пока дела не очень хорошо идут. 4 на 0. Крипстат, ну, кисловата. У Бруды 16 на 0. Против нее Горец 11 на 6. Ну, в миде. В миде Афониджи страдает против Снайпера. У Снайпера 14 на 3. У Афониджи 9 на 6. Уже Кошква начинает настреливать по Тауэру. Никто ничего ему помешать не может здесь. Опять же, пассивка на 1 вкачана. В любом случае, СФу далековато. Руками доставать у нас до Кошквы. Еще и на подсейв подошел на всякий случай Пайлайдай. Ну, можно на двоих, я думаю, разбирать. Сейчас 5 левел, 3 шрапнель. И можно будет Афониджи цеплять. Гаддем очень вовремя подошел. Потому что, если бы не Гаддем, я думаю, тут моментально Пайлайдай и Кошква СФ развалили бы. Ну, в целом, игра спокойная. Никто ни на кого не быкует, никто не нападает. Какие-то не очень толковые ганки. Если имеются попытки подойти на чужую лайн, то они заканчиваются вообще полным бездействием. Флоу у нас здесь 24 на 0. Против него Горец 20 на 7. Вроде бы неплохо. Так, начинают у нас очень сильно есть Горца. Горца поднимают. Назад отбрасывает. Плюс здесь куча тараканов. Скорее всего, Горец отсюда не уходит. Хотя нет маны, но здесь есть Сол и Ринг. Все, Сол и Ринг, плевок в спину. И Пайлайдай забирает первый фраг у нас. Кстати, странно. Вроде Флоу заплюнул, причем на 225. А Пайлайдай умудрился обычной тычкой забрать у нас вообще не худенького Кентавра. 1-0. В любом случае, впереди команда Тим Тинкер. Блэка пытаются здесь застопить. Блэка еще зажимает у нас Кентавр вместе с Авой. Блэка у под ноги стомп. Ну, Гадем погибает здесь. О, не Блэка, точнее, Гадема. Блэк здесь просто разваливает. 1-го, 2-го, 3-го. Черт возьми, что случилось вообще? Блэк просто, будучи на соплях, вышли поганкать у нас пацана. Поганкали. Минус 3 от Блэка. Вот это приобретение для команды Тинкер. Да, Блэк очень круто здесь размансил. Плюс Хеликс пару раз нормально прокнул. Ну, а дальше уже дело исключительно одной кнопки. По-моему, не всего хватило. Еще даже и осталось с запасом у нас у Блэка. Ну, конечно, повезло нереально. По золоту пробустили у нас Блэка. До жутких каких-то высот. Давайте глянем вообще на графики. 3 тысячи Тинкер за 5 минут. По экспириенсу тоже 3 тысячи. Всего 5 минут сыграно. Там 5.40, 5.50. И уже Тинкера на 3 тысячи опережают своих соперников. Опять же, опять же, товара все стоят на месте. Никто ничего не снес. Просто по фарму. Пока у Тинкеров дела обстоят получше. Блэк на первом месте. Но это неудивительно. После трипл-кила на пятой минуте. Еще бы он был не на первом месте. На втором идет у нас Афониджи. Что неприятно, это то, что Артес у нас всего лишь топ-6. Хотя по факту должен бы вывозить поболее артефактов, чем вся команда Хеллрейзер с мести взятой. Но здесь Блэк, мягко говоря, загнал. У нас Артеса на сложной. Не подойти. Ни крипов как-то подфармить, подстилить. Ничего толком. У Блэка уже постепенно вырисовывается Вангвард. Я думаю, что это вопрос, наверное, двух-трех минут. После Транквилл Вангвард будет у Блэка. Там дальше Даггер. Ну а тогда команда Хеллрейзерс. Непонятно, как будет вообще от этого крутящегося парня отковыриваться. Что-то... Как-то даже страшновато. За первый матч данного Бест-Оф-2. На лоу ХП у нас где-то Флоу. Флоу быкует очень дерзко. Перешел вообще все границы. Зашел за Т1 команды Хеллрейзерс. Кентавр. Кентавр проседает от крипов. Так, 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 так. Ну что, у нас Карасмак. Забрали Блэка. Наконец-то. Нашли чем ответить. Забрали у него Келлинг Спри. Правда, Дредд забирает этот фраг. Лучше бы, конечно, Артес. Но тут уже не пришлось, я думаю, выбирать. Там Блэка... Насколько я вижу, ковыряли всем, что было. У Дредда практически пятый. У Артеса практически шестой левел. Подняли у нас Афониджи. Афониджи в сетке. Ну, даже не дали снайперу нормально ультануть. Через крипов великолепно справились. У Рубика второй фраг. Пайлайдай хорошо себя чувствует. Уже имеется транквилы 500. Также у Пайлайдая сверху. Ну, 5-1. По итогу файта на восьмой минуте по золоту. Тут где-то 2,5, я думаю, после даже 3. Да, Тим Тинкер. И по Экспириенсу 2000 тоже в пользу Тим Тинкер. Еще и забрали Тауэр на миде. Ну, короче говоря, у Хелл Рейзерс уже, если как-то удачно драться, то с попыткой выйти в какой-то камбэк. Пока что Ашеры отстают и достаточно серьезно. Давайте по артефактам пробежимся. У Чена 1200 после Аркан Бутсов. У Снайпера. Снайпера. Тем временем фазы имеются. Имеется Ринго Факвила. У Брудмазера у нас появляется Мидас. Появляется также еще и 1000 после Мидаса. Сол Ринг, Стаут Шилд. Ну, всего по чуть-чуть. У Рубика мы видели. Так, Курьера Дайров буквально секунду назад у нас Флоу забрал. Ну, успел Вангвард себе принести у нас Горец. Горца поймали в сетку. Горец здесь хотя бы через Стомпит. Как-то надо отсюда убегать. Да, Горец провязал Стомпит. Топнул под ноги себе. Бегут за ним или не бегут, непонятно. Ну, отпивается. Горец не решился здесь драться. И понятное дело. Тут драться нет смысла. Надо было бежать как можно быстрее. Афонид же подходит. Ну, здесь надо просто забирать всех крипов Чена. Потому что как-то слишком многовато. Чен с собой привел. В Горца ульта пошла. Живет пока Горец. Ну, это, я думаю, вопрос времени. Фейтбол под ноги плюс Аркана. Развалили у нас Рубика. Афонид же забирает фраг Рубика еще и дамаги с него. Получил немного. Флоу бегает по Т1. Флоу классно себя чувствует. Флоу, в принципе, практически не бит. В это время Блэк заходит в спину. Одного заагрил. Развалила Фонид же. Дальше погоня за Годемом. Я думаю, никто Годема отпускать не будет. Еще один Квилинг Блэйд. Нет, даже не Квилинг Блэйд. Просто через Контер Хеликс. Блэк 4-1. Да, пополнение в составе Тим Тинкер, по-моему, более чем крутое. Ну, Дредд. Дредд продолжает у нас терпеть. Как, собственно, и вся команда. 10-2. Тим Тинкер начинают очень серьезно этот матч. И причем давят на всех лайнах. Чего стоил один трипл килл Блэка на пятой минуте внизу. И, собственно, остальные линии тоже не лучше себя чувствуют, чем нижняя. Развалили на миде бараки. Развалили... Ой, бараки. Тауэр. Тауэр. Развалили Тауэр на топе. И единственное, что не прикасались к Тауэру на нижнем лайне. А так, конечно, Тим Тинкер поувереннее себя ощущает. Собственно, это все на золоте и отражается. 7500 по голде. По экспириенсу 5000 в пользу все той же европейской сборной. У Афониджи совсем немного до Мекки остается. Всего ничего. 150 по золоту. Даже чуть меньше Морф. Морф в это время разваливает у нас Пайлайдая. Ну, здесь, видимо, с кошкой решили подраться против Морфа. Ну, здесь был под сейв. Гадем, видим, фиссуру провязал. Ну, и Дредд тоже с чем-то там у нас в КД. Конкассив шот запустил. Ладно, одним фрагом ответили. За одного несчастного Рубика. 600 по золоту зарабатывает команда Хелл Рейзерс. 10-3. Хелл Рейзерс реально глубоко отстают. Очень сильно отстают. И надо бороться, в принципе, за каждый файт. Причем доигрывать его до конца, потому что отдаваться дальше, ну, смысла никакого. Просто можно таким же, с таким же успехом написать GG и отправиться играть в следующую карту. Возможно, даже и правильно будет это решение. Но смотрим. Пока никто у нас. ГГ не пишет. Все борются. Все готовы драться до конца. У Чена есть ли Мека? Нет. Мека еще не прилетела. Хотя 970 у Чена имеется. Да, покупает себе рецепт. Что у Афониджи? Афониджи после Мекки 360 еще на руках. У Дреда. 2-0 талисмана. Бутс оф спид. Так. Где у нас проседает Горец? Ну, Горец продолжает здесь проседать от Бруды. В Бруде наверняка что-то летит. Да, Флоу себе уже несет. Дагон. Вот это да. Дагон решил себе собрать Брудмазер. Я так понимаю, они просто хотят заковырять Хелл Рейзерс, а хотят еще и пощечинами забить. Ну, пускай, пускай, пускай. Дагон. Весьма странное решение для Бруды. Какой-то слишком даже пабовское, иначе не скажешь. Фессура. Для Рубика у нас. Дред. Ну, Дред нахватался по лицу, плюс Фессура еще охладили его пыл. В итоге команда Хелл Рейзерс на какое-то время отбивает. А Тинкеров от своего нижнего тавра ждем продолжения. Бруде только-только прилетает Дагон. Ну, против кого Бруда хочет Дагоном воевать, не очень понятно. Ну, смотрим. Возможно, сейчас будет выход на Горца. Хотя, зачем вообще кого-то трогать, если нормально фармится Флоу. В принципе, лайн пушится, крипы разбираются очень быстро. Все это вообще делается без каких-либо усилий со стороны Бруды. Ну что, у нас пошел ТП от Горца на нижний лайн. Врывается Блэк, врывается на Гадема. Под Сайвенсом Блэк ультануть не дают. Снайпер у нас разваливает Гадема. Поднимают здесь Горца и Блэк на лоу ХП. Надо забирать у нас Блэка. Блэка забирают, причем Афонин же забирает этот фраг. Ортес продолжает гнать у нас Панду. Панда уходит. Один в один размен. Но размен саппорта Гадема на коргероя Блэка, это, конечно, в пользу команды Хелл Рейзерс, без вопросов. Ну, Горец проседает по ХП. 300 остается. Не вывозит он ульту Снайпера. Два в один размен. У Ортеса 1100 на руках. Ортес пошел через Мидас заниматься обогащением. Ну, пускай. Пускай, потому что фармить толком на лайне не дают. За 15 минут 70 крипов. Это мало, причем очень мало для мейнкерри команды Хелл Рейзерс. По графикам тинкеры по-прежнему впереди. Причем впереди с существенным преимуществом. Афониджи здесь по чуть-чуть поговорил с тараканами. Всех развалил моментально. Если бы был ноль тут по Некромастере, сразу же, наверное, фуловый стал бы. Ну, у Афониджи мека есть. Есть 2000 на руках. Наверное, будет выход в какой-то Юл, насколько мне видится. Юл, Даггер, ну, наверное, по классике будет собираться. Хотя здесь, конечно, какого-то более-менее сейвового варианта не хватает. Опять же, догон надо и выйдить. Надо и выйдить будет все, что будет Рубик кастовать. Надо будет и выйдить ульты того же Акса и того же Снайпера. Ну, хотя, да, конечно, с Аксами я загнался. Никаких ультов Акса никто Блэйк Кинг Баром у нас не заейведет. Но в любом случае есть, есть нормальные касты у команды Тим Тинкер. И лишние ХП Афониджи не будут. Афониджи Яшу у нас покупает. Отправляется в мид СФ, а здесь Блэк врывается у нас в Гадема. Но Гадем, скорее всего, не жилец. Да, Квилинг Блэйк по голове. Ну, 5-2 уже Блэка. Уже 5-2. Есть Даггер, есть Вангвард, есть Транквилы. Плюс здесь выходит, насколько я понимаю, в Худ Блэк. Ну, в принципе, да. Бёрст Дэмэджем, если не будут сносить ему ХП, то как вообще с ним разговаривать, пока непонятно. Какого-то крутого Дэмэджа с руки у того же СФа не имеется. У Бруды постепенно грейдится Даггон. Третий Даггон прилетает у нас для Флоу. Флоу пока 1-0-4. Не знаю, юзал ли он Даггон уже в файтах. Не видел. Ну, даже, честно говоря, интересно понаблюдать, что вообще с этим Даггоном будет у Флоу и не пожалеет ли он о своём решении. Пока фарми. Никто его не трогает, никто ему не мешает. Фармят так. На миде у нас. Крутой Хаслэм от Гаддема. Разобрали Чена. Огромный зоопарк здесь от Чена. Отправляется на Сикрет Шоп. Все очень биты. Почему не стали гнать у нас зверушек, даже толком непонятно. В это время Афонин же у нас разультился внизу. Никого не забрал. Просто рассыпается. Кошква забирает этот фраг. Ещё и, кстати, Рубик подприворовал у нас. Один из Койлов. Ну, конечно, команда Хеллрейзер сыпется. И сыпется более чем ощутимо. По золоту 10 с лишним. По Экспириенсу 5 с лишним. Есть инфа ОВП. Всё, что читал ОВП, это то, что вроде как в скором времени объявят о новом составе. Не распускается там. Ну, точнее, состав старый, понятное дело, что распустился. Ну, чуть-чуть сказали времени и будут объявлять новый состав. А так какой-то конкретики нет. Какой-то конкретики не знаю, не могу сказать. Ну, опять какой-нибудь состав, который будет, в принципе, я думаю, СНГшной солянкой. Иначе с ВП просто-напросто не бывает. Да и с любой СНГшной командой, кроме разве что там Нави, в своё время могли позволить себе серьёзных ребят из Европы привлекать. ВП наверняка там есть у нас пока. Ребята, которые в инактиве, может быть, даже их привлекут. Хотя то, что фаник пойдёт у нас в ВП, честно говоря, слабо в это верю. При всём уважении уровень ВП не могу каким-то серьёзным назвать. Опять же, всё зависит от нового состава. Ладно, у нас всё равно не ВП. У нас здесь Хеллрейзерс и Хеллрейзерс против Тим Тинкер. Десять с лишним по золоту Тим Тинкер, пять с лишним по Экспириенсу. Всё те же Тим Тинкер. Дрэд, вообще без печали. Гуляет по вражеским лесам. Спокойно тут троллей мочит. Ну, Дрэд, в принципе, не сам с Артесом, но, по-моему, немного вариантов у него выжить. Например, в схватке с Блэком, да, против схватки даже с тем же Рубиком. За его идить Мистик Флеер не так сложно. А больше, скорее, смак ничем особенно надамажить не сможет. Ну, уходит отсюда Дрэд вовремя. Причём уходит. У снайпера появляется тем временем Йолнир. Окош, вот тут теперь валит с руки очень быстро. Что делать СФу? Причём, что ему делать с Яшей? Никакого дополнительного ХП от СФа нет. Да, есть Мека, но... Ооо, как неудачно. Тараканы пробежали. Афонин же ещё под стомпом умудрился поставить. Ну, понял, что где-то кто-то был рядом. Просто так на одного героя Кентавра у нас по лесу не клэпают. Набрили с Нави... Это вопрос о Фанике? Ну, судя по... Контексту, да, скорее всего. Нет, его не набрили из Нави. По-моему, официальная информация была такая, что... Ну да, как и написал у нас Юрупин Прост. Да, официальная информация была следующая, что Фаник просто входит в инактив. Понял, что хочет отдохнуть, какими-то своими делами заняться, личная жизнь. Там одно, второе, пятое, десятое. Короче, бурды наговорили. Ничего толком не ясно, но ясно, что не в какую-то команду, а в инактив. Ну, опять же, герой... Ой, герои, персонажи... Такие, как Фаник, да вообще любые персонажи, поигравшие за топ-команды, долго в инактиве находиться не будут. В принципе, чем еще у нас Фаник может заниматься? Насколько я знаю, в доту играть он умеет лучше всего, что умеет делать в жизни вообще. Тем более, уровень у Фаника крутой. В любой коллектив, я думаю, заберут без вопросов. Разваливают Хэйрэп Тауэр на топе. Первый, по-моему, да, первый. Нет, второй Тауэр для команды Хэлл Рейзерс. Здесь уже пятый догон. Что вообще происходит у нас с Брудой? Да, у Бруды пятый догон. Хоть раз заюзал бы. Просто посмотреть. Ну, скорее всего, сейчас будет. Файт поднимает у нас Горца. Ну да, так можно, в принципе, драться. Горца очень быстро разобрали. Блэк продолжает у нас погоню. За кем? Да не за кем вообще. Артес отсюда уходит. В принципе, вейвформ имеется. Плюс есть ульта. Ну, ищи теперь Морфа в поле. 15-6. Тауэр снесли. Правда, потеряли Горца. Тим Тинкер 10 тысяч по золоту. По Экспириенсу тоже порядка 7 тысяч. Короче говоря, ниже пятерки у нас Тинкера не спускаются. Ну, время идет. По фарму видим, что 1 СФ у нас в топ-3 держится. У Афони Джем 10 с половиной тысяч. Чуть-чуть обгоняет Блэка. Ну, это 23-я минута. В принципе, самое время у нас СФу как-то набирать обороты. Флоу. Очень круто. Фармит 12 тысяч для Бруды. По-моему, колоссальный. Показатель чуть-чуть уступает Кошкве. Но у Кошквы, в принципе, мид снайпер. Плюс у Кошквы достаточно крутой урон сразу по нескольким героям. Нескольким крипам. Кошкве фармить полегче. Хотя здесь, в принципе, маленькие тараканы тоже грызут. Ну, короче говоря, снайперу фармить в любом случае легче, чем делать это Бруде. Тем более, Бруда привязана к одному лайну. Там, где есть вебы, там у нас и Бруда. И ходить куда-то на какие-то лайны без паутины, ну, бессмысленно вообще. Ну, и здесь обосновалась Бруда. Все съедает на лайне. Спокойненько. Если где-то масс-файты зарядила Дагон 5-го левела. Либо фраг, либо ассист получила. Пошла дальше фармить. Ну, смотрим, собственно. То же самое. Дагон 5-го левела. Врывается у нас Блэк. Не успел заагрить у нас Горца. Горец вообще на панике. Стомп прожал и очень удачно это сделал. Блэк прямо под Стомп влетел у нас. Ну, здесь звери просто начинают разбирать. У нас Артеса, Мистик Флэр. Мистик Флэр, в принципе, в никуда от Дреда. Артес заявил ульту снайпера. Уходит с ТП. Лучшую в СМГ зарплату. Ребята, откуда, кстати, инфа по зарплате в Нави? Скажите, я хотя бы буду владеть. Без подколов, без ничего, может... И правда, кто-то владеет какой-то информацией. Сколько же у Фаника была ЗП в Нави? Штоп только без бабка на двое сказала. Или я слышал под подъездом. Или какой-нибудь Вилат в комментариях говорил. Вдруг, если кто инфой владеет, что там Нави вообще получали, будет интересно почитать. Кошку очень быстро разбирают. Правда, это потерянный Аэгис. Тут, в принципе, есть все на подсейв. Блэк уже готов ворваться. У Блэка есть Блэк Кинг Бар. Ну, у Блэка есть Блэк Кинг Бар. Все. Все, в общем-то, по гайду. У Кошквы с руки уже нереальное количество демеджа. Все это под Момом, все это под Мьелниром. В Блэка, опять же, даешь Мьелнир. И пошел нарезать, пока парень пятерых вокруг себя собрал. Флоу не уходит. Вот нравится ему вражеский лес, нравится ему топ-лайн. И, в принципе, чего вообще отсюда уходить? Спушили Т1, спушили Т2. Крепы постоянно идут. В лапу у нас Брудмазер по фарму. На втором месте, в принципе, где еще такой халявы можно насуетить? Как-то маловато, конечно, у Афониджи. Хотя, ааа, нет, не маловато у Афониджи. У Афониджи есть небольшой сюрпризик у нас в курице. Сразу два Ultimate Orbe и Орпа в Веном. Скади просто целиком себе Афониджи должен приносить. Ну, курьер уже на секрет-шопе висит. 60 по золоту и Афониджи на коне. Теперь можно будет подраться поуверенней. Хотя, опять же, пятый догон у Бруды. Афониджи, конечно, красавчик. И много у него ХП прибавится. Но столько ли ХП у него прибавится, чтобы заи выйдить все, что в него Тим Тинкер вливает? Не знаю, не знаю. Лучше, конечно, в файты СФ аккуратнее врываться. И желательно вообще не брать на себя никакой дэмэдж. Как-то под конец... Под конец каких-то основных спылов, которые будет юзать на СТТ, врываться. Потому что если на себя принимает удар СФ, все, что сможет СФ сделать, это в разные стороны разлететься от пассивки ульты. Ну, смотрим. Пока что Тим Тинкер успокоились. Если они успокоились, это говорит только об одном. Это говорит о том, что команда HellRaisers имеет возможность поформить. Имеет возможность собрать все, что было упущено ранее. Упущено было 15 тысяч по золоту и 12 тысяч по экспириенсу. А это на 27-й минуте, по-моему, чуть меньше, чем до хрена. У Дреда появляется уже Виталити Бустер. Там скоро, гляди, ротов Атос появится. Правда, зачем кого цеплять, непонятно. Блэка зацепили. Под ноги Стом. Блэка надо разваливать. Фессура у нас пошла от Рубика. Пайлайдай, конечно, такой... Такая крыса. Постоянно. Какую-то подлянку устроит. Но теперь Блэк пошел просто нарезать. Развалил у нас Горца. Развалил у нас Скайра Смага. Дредд и Гаддем. Нет, не Гаддем. Горец, да. И Дредд у нас отправляется в таверну. У Блэка все великолепно. Опять 7-2-2. Счет. Есть Кримзон Гвард. Есть 1600 на руках. Ну, как этот Рубик оказался там, где он оказался? Вообще не понимаю. Отпрыгнул с фессурой. Застопил у нас сразу двоих. Ну, короче, неприятно. Гаддем, скорее всего, здесь приехал. Да, Бруда у нас забирает Гаддема. Кстати, Бруда. Ну, Бруда с догоном. Плюнула. Выстрелила. Выстрелила. Плюнула. Да, шары сыпятся. Вроде бы казалось, что такое затишье. Но дело было в том просто, что команда Тинкер не пушила. Не навязывала файты какие-то. Не реализовывала собранные артефакты. А теперь попробуй отбейся от всей ерунды, которую они с собой привели. Ну, здесь Дредда разобрали очень быстро. Кто это кастует? Это что, Рубик у нас Мистик Флэр вкастовал? Нет, Рубик у нас не там умер. Мистик Флэр все-таки Дреддовский, родной. Кошкуа попадает. Кошкуа очень сильно попадает. Кошкуа погибает. СФ забирает сразу двоих. И Блэка, и Кошку. Вот это под денежком СФ у нас поднялся. Афонин же, по-моему, вообще себя спокойно чувствует. Даже несмотря, что Тима так жестко терпит. Еще один удар осталось по Пинг Панде. Шейкер забирает фраг. Флоу. Просветили у нас флоу. Надо забирать фраг. Да. Забирают Горец. Забирают у нас бруду. Ну, 4 в 2. Отомстили. Причем отомстили очень хорошо. По золоту. 5 тысяч. И потеряна еще штука. ТТ. 6 тысяч отыграли. По экспириенсу, внимание. На 8 тысяч. Повернули графики в свою сторону. Но они еще не обновились. Посмотрим чуть-чуть позже. Что приятно. Приятно то, что Афонин же не умирал. Что Афонин же в своих руках. СФ их сконцентрировал большинство денег. Вообще в этом файте. Сделал даблкил и ни на ком попало. Даблкил там был на Аксе. У него, по-моему, доминейтинг стрик был. Ну и Кошква. Кошква тоже 7-0 шел. Понимаете прекрасно, что капнуло. Для Афонин же предостаточно. Ну, по Нетворцу. В общем-то это видно. Афонин же выбирается у нас на первое место. И дальше пошел комплектоваться в ХП. Ну, теперь Манта Стайл у нас. Вот Афонин же тут, в общем-то, больше и нечего пока покупать. Скад имеется. Имеется Яша. Ну, теперь немножко в ХП. Дальше, конечно, я думаю, есть смысл закупиться в те же Хеллс Пойнты. Набрать себе артефактов на Сатаник. Там и на Силу, и на Джор. Все хорошо. Нет, не так. Вообще не так, как я себе думал. СФ у нас отправляется сразу же в Сайт Ов Вайс. Ну, а кто еще, собственно, если не Афонин же, и когда, если не сейчас? Ну, есть деньги у Афонин же. Надо было решать вопрос. Решили вопрос положительно в пользу команды Ашер. Появляется Сайт Ов Вайс. Я считаю, что решение, конечно, крутое. Да, но вынужденное, потому что никто не мог себе позволить такое собрать. Разумеется, ни Горец, ни Дредд, прости господи, там вообще по деньгам полный провал. Ну, были деньги у Афонин же. Решили контролить. Контролить есть кого. Контролить надо Блэка, контролить врывающегося. Причем Блэка контролить надо того же Снайпера, который как сумасшедший стоит и наваливает. Все это надо делать до Блэк Кингбара. Ну и вот кого надо контролить. Вот кто проблема для Хелл Рейзерс. Вот кто неприятен со своим пятым догоном. В принципе, пятый догон на 31 минуте, на 32 становится не настолько полезен, как на той же 20, 22, когда он появлялся. Тем не менее, все равно это лишние 800 дэмэджа. Это никому неприятно. Там одному Горцу хватает, по-моему. Хватало, точнее, раньше догона и плевка. Короче, понятное дело, что надо с Брудой что-то делать. Под смоком во вражеский лес. Увидели Панду. Панду застопили. Сразу же моментально разрезали. На подсейф даже никто не пришел. Ну как-то совесть надо иметь. 32 минута. В принципе, почему Чену бы не умереть третий раз? А то как-то 2-2 вообще несерьезно даже. Все дерутся, все умирают. Чен у нас всего два раза за игру сливался. Даже как-то странно. 1800 сверху Афониджи. Так, провязали у нас стампид. Куда бегут? Кого загоняют? Загоняет у нас Пайлайдая. Пытался он подстопить крипов. Да тут не от крипов отбиваться надо. Тут похлеще есть, ребята. Артес у нас и выйдет. Плевок в себя. Пошла шрапная лед кошквы. Видит Артес. Артес, скорее всего, погибает. Да, разваливается у нас Морф. И кто-то же еще здесь был. Кто еще здесь был? Кто там улетел? По-моему, Гаддем... Да, Гаддем и улетел. Ну, Морфа развалили. Артес слабовато пока смотрится. 2-3-4. По-моему, такой же стат у нас у Чена. 2-3-6. Чен, гляди, даже полезнее будет, чем Морфлинг. По-прежнему на первом месте. Афониджи по Нетворсу. 2-500 уже на руках у него. Все это после Хекса. Ну, теперь, я думаю, можно пойти будет в Манта Стайл. На Рошана выходит Тинкер. Вижена... Вижена для команды Hellraisers, как видите, нет. Ну, забирают спокойно, без драг, без ничего. Ну, без Морфа сражаться нелепо, конечно. У Морфа имеется Терел Блейд. Собственно, имеется один Ultimate Orb. Куда это будет? Ну, скорее всего... Скорее всего, даже непонятно, куда отправлять у нас Ultimate Orb. Или что более полезно. То ли это будет Манта Стайл, то ли это будет Линкен Сфера. Потому что и выйдет есть что. Действительно, вроде Линка запоздала, даже если вдруг она появится. Тем не менее, все равно не бесполезно это точно. У Бруды вот это и выйдет надо. Телекенес и выйдет нужно. В принципе, Акса ульту нужно и выйдет. Да все, в принципе, нужно и выйдет. Ну, много очень всяких очень злых и неприятных спеллов. Причем точечных. Тот же Ассасинейт от Снайпера. Ну, лишним точно Морфу не будет. Где-то он вейформом умудряется за и выйдет. Тот же Ульт Снайпера. Но Ульт Снайпера вовсе не единственный спелл, который накаляет у нас Морфа. Выходит у нас Блэк во вражеский лес. Горца видит Горец. Немножко размансовал тут в кустах. Блэк врывается в Гадема. Здесь уже Горец врывается в Блэка. Ну, все живы. Правда, Скайросмага очень быстро разорвали. Но, в принципе, он не боец. Скайросмаг у нас все равно без маны был. Пошла погоня за Афониджи. У Афониджи... Я аж испугался. Прокликал Блэка, потом выделил Афониджи. Смотрю по артефактам у Афониджи. Там Даггеры, Блэк Кинг Бары, Плейт Мейлы, Кримзон Гварды. Думаю, вообще сошел Афониджи с ума. Но, по факту, я немножко подприсошел. 4 тысячи на руках у Афониджи. Подставляться не нужно. Можно, конечно. Есть на байбэк, но лучше не подставляться. Зачем на ровном месте дарить кучу денег? Ну что, развалили у нас Пайл Эдайя. Скорее всего, кошку тоже забирают. Этот просто потерянный Эггис. Гаддем через много, в принципе, будет фиссуром. Застопить кошку пока нечем. Афониджи пошел у нас по панде нарезать. Хекса, собственно, непонятно, зачем Хекс нужен был в Чена. Но теперь панду должны разбирать. Гаддем топает по панде. Панду развалили. В это время Флоу уже подпушил под мид. У Артеса 4 тысячи на руках. У Афониджи 4 тысячи на руках. Под смоком отправляются. Кто тут на себя будет байтить вообще? Ну, наверное, Артес, насколько я могу понять. Дэдэ для снайпера. Вот теперь, по-моему, приплыл у нас Кентавр. Нет, вовремя уходит Кент. Горца тут то ли чуйка какая-то спасла, то ли увидел у нас снайпера. Даже не прокликал толком я. Ну что, у нас команда Hellraiser's выходит на нижний тавер. Можно забирать. Можно даже попробовать пойти на хайграунд. Афониджи приобрел себе Иглсонг. Собирается выйти в бабочку. Есть ли подозрения об этом у снайпера? Пока что нет. 2700, правда, есть на руках. Ну все, Баттерфляй прилетает у нас для мидера команды Hellraiser's. И сразу же прилетает Скади для морфлинга. Все-таки пошел у нас в статы морф. У морфа 250 с руки. Плюс Этериал Блейд, который нормально месит. И Адаптив Страйк туда же в Этериал. В общем-то, можно драться. Можно драться. Можно выключать одного-двух. Достаточно серьезно. Конечно, интересное решение. Но с автофониджи пойти ни в какой не в Юул. Для того, чтобы цеплять героев ни в какой не даггер под Юул. А все вместе собрать и нарисовать Хекс. Ну тут тебе и статы, и количество маны. Для СФа, мягко говоря, бесконечное. Ну для СФа 2000 маны. На кой хрен? Вообще не надо. Ну на всякий случай. Умел бы СФ заливать ману. Я думаю, тут можно было бы раздать. Но Блэк здесь просто в кустах ловит афониджи. На себя заагрили. Блэк под Блэкинг Баром. По голове у нас СФ. У СФ разваливается. Койква забирает этот фраг и СФа не будет 90 секунд. Байбэка у афониджи не имеется. Дредд отходит. Отходит также Горец. Отходит Гаддем. На миде игроки команды Тим Тинкер, ну может быть, не накажут за неосторожность Хелл Рейзерс. Возможно, восстановится у нас до попытки спуша лайнов афониджи. Ну да, как-то не очень организованно действует Тинкера. Видимо, решили что-то себе доформить. По золоту мы видим, что Тинкер всего лишь на 6000 опережает своих оппонентов. По экспириенсу Хелл Рейзерс вообще впереди. Впереди на 2000. У Пайлайдая уже имеется Блингдаггер. Тысяча сверху. У Койквы. У Койквы тут вообще темный лес. Ай оф Скади. Ёлнир. Туда же Кристаллис. Все это БКБ. Мом дополняет, дополняют фазы. Ну, снайпер вообще в драку не вступает. Стоит и просто-напросто бьет. Ну, нужно врываться. Просто куда без афониджи врываться, непонятно. В это время, пока афониджи в таверне, снайпер просто стоит и вне зоны доступа. Атаки Тауэра дамажит, дамажит, дамажит. Тауэр сыпется. Тауэра отлетают приличные куски. По 50 за раз. Все. Тауэра больше команды HR на миде не имеется. Снайпер просто заковырял Тауэр, не подходя вообще в зону доступности команды Хелл Рейзерс. Я уже не говорю о самой команде. Я даже Тауэр не учитываю. У Бруды 4.200 на руках. После догона 3.1.12. Вроде не убивало, но тут по крипам 235. Ну, давайте глянем, кто там вообще где как. На пятом месте у нас Бруда по крипам. На первом месте афониджи. У него 395. Но это по нотворцу, в общем-то, и отражается. 5.4 по КДА. У снайпера 10.1.6. Ну, Койква не участвует в файтах напрямую. На прямую, скорее косвенно стоит и просто наблюдает за всей историей. Ну, собственно, герой снайпер. Такая работа снайпера. Стоять с километра и расстреливать. Тут все прекрасно понимают. Игроки на этом уровне. Это вам не пап снайпер. Я влечу с даггера, буду стоять, получать станы от всех. У горца появляется Тараска. Все это после Алибарды. Все это после Вангварда. У горца все даже, даже, можно сказать, весьма неплохо. Это даже при счете 1.5.8. Ну, свои вещи выформил. Он топ-6 у нас на карте. За ним идет Чен. Ну, пропасть, конечно, здесь, если немного. Первые 6 мест друг от друга отставания. То между горцем и между пинг-пандой у нас отставание в 7 тысяч. Короче, по-моему, дофига. Не в 7, а в 6. Ну, игра подуспокоилась. Агани Мучена. Вот это не очень хорошо. Уже у нас гранитный голем бегает и раздражает меня так точно. У Рубика имеется даггер. Пока что по врывным артефактам больше ничего. Форстав тоже, в общем-то, необходимо бы получить. Ну, нарисовали у нас поход на Рошана. Все это через секрет-шоп команды Hellracers. До Рошана всего ничего остается по времени. Обходят, обходят через лес. Ну, далековато еще до команды Ашер. В это время флоу на топе. Если команда Hellracers ждет сносить Рошана, они теряют мид. Это 100%. Врывается у нас Пайлайдай. На Афонинджи очень крутая комбинация. Афонинджи не сильно проседает по хп. Разультился. Ну же, Афонинджи, ульти. Афонинджи продолжает у нас просто бить с руки. В хекс туда Блэка забрали. Мистик Флэр под ноги. Афонинджи с руки расковырял у нас Блэка. Плюс не лишним здесь был спелл от Дреда. Разобрали у нас также Рубика, снайпера. На лоу хп Пинк Панда отправил в таверну. За это, собственно, Пинк Панда у нас и ответит. Гем, 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 ребята. В итоге забрали Афонинджи. Кто у нас забрал СФа? Бруда у нас забирает СФа. Хитраж задая Бруда. Отправилась на топ, но здесь Гадем. Эхо слэмом по голове. Туда же Дредд. Дредд на лоу хп. 12 хп. Дредд живи. Куча тараканов бежит за Дреддом. Нет, Дредд у нас не доживет. Сюда Гадем. Гем надо забирать. Да, Дредда разобрали. По итогу файта 3 в 4 подрались. Могли подраться 4 в 2. Ну, плохо, что потеряли, конечно, СФа. Это неприятно. У Бруды на руках 4 300. Как ее контрить? Вообще непонятно. Геосептер уже появился. Тут Блэкинг Бар будет. Чем ее разваливать? Что примечательно. Не разультился СФ. Решил не ультить. Ну, во-первых, большую часть драки в БКБ у нас был Блэк. Даже странно, когда Блэк вышел у нас из БКБ. Решил не ультить, а просто отправил в Хекс у нас Акса. И там уже на двоих вместе с Дреддом Акса расковыряли. У Артеса появляется Баттерфляй. У Артеса у нас выходит на серьезный уровень. Койква просто в салат. Разлетается моментально. Через рассказ. Вот так вот. Что с лицом Койква? Да. Поиздевались немножко над... Да, в принципе, над кор-героем команды ТТ. Полторы тысячи у Морфинга сверху после Баттерфляй. Через один рассказ несчастный. Очень быстро развалили у нас кор-героя команды Тим Тинкер. А теперь это уже действительно попахивает камбэком. Шесть тысяч по экспириенсу. Хелл Рейзерс по золоту. Пять тысяч. У Рубика появляется Виталити Бустер. Видимо, в ротов Атос у нас двигает Пайлай Дай. Это уже повтор. Повторы были. Да, повторы были на третьем игроке. У нас уже есть ротов Атос. Дредд уже такой артефакт собрал. На данный момент у Дредда еще 800 сверху. У Кентавра тем временем. Полторы тысячи после Тараски. Почему рефлект у нас Кентавр не собирает, толком не понятно. Ну, хотя есть, конечно, Блэк Кинг Барр, но можно и попозже провязать. С таким количеством ХП. Можно, в принципе, и подумать о Блэйд Мэйле. Ну, с другой стороны, уже не та минута. 47-я минута у нас. БКБ имеется. Кримзон Гварды имеются. Тут, в общем-то, через Блэйд Мэйл. Особенно не забайтишь. Куда у нас Блэк врывался? И куда вообще направляться? Блэк у нас просто назад. Сделал блинг аут. У Афонинши 3.800 на руках. По-прежнему Яша. По-прежнему Яша не грейдится до Манта Стайла. Так, выбрось ее. Купи вообще. Купи. Ту же. Тот же Сатаник. Ну, пока есть сыр. Пока есть вариант. Драться у. Команды Хелл Рейзерс. Ну, по золоту. На первом месте Койква. У Койква до хрена, конечно, артефактов. Хотя, я так смотрю на СФ. А СФ мне больше впечатляет, чем. Тот же Койква. 26 тысяч. 11-2. А по факту дно донное. Если в соло сражаться, я думаю, СФ у нас снайпера разбирает. Ну, нет Блэк Кинг Бару. А Фонинши это единственная неприятность. Поэтому цепляют его и дамажат его. И разваливают за счет того же Дагона. Здесь еще и Террил к Дагону. Короче говоря, надо БКБ. 100% СФу нужно Блэк Кинг Бар. Потому что просто по факту будет, наверное, 2 трети ХП слетать от одной бруды. Флоу не уходит с топ-лайна. Все ему нравится. Просто как на курорте. Вебами все заплевал. Нихренище не видно. Стоит довольный. Аж светится. Пошел дальше на товара. Ну, такая бруда, собственно. Такой персонаж. Ничего тут больше и не придумаешь. Ладно, у нас зацепили Блэка. Блэк на лоу ХП. Блэк разваливается. Убили также у нас Пайлайдая. Блэк выкупается. Решил подраться. Ну, приходи, Блэк ждут. Ортес у нас рассыпается. Но это только потерянный Эггис. Надо сейвить. Афонин же здесь. В это время у нас крипы пошли бить Тауэр. Сама бруда отправляется на мид. И... Ну и все. И драка захлебнулась. Пошли дефить от крипов. Здесь огромное количество денег, насколько я понимаю. Ну, не такое уж огромное, конечно. Ну, где-то... Монет 500. Горец отсюда вывез. Окупил ТП. На ТП теперь хватит. Ортес отправляется во вражеский лес. Вот Ортесу, ну, все еще, мне кажется, нужно собрать Линкен Сферу. Как ни крути, не сильно поздно это будет. Точно не сильно поздно. Или хотя бы Блэк Кинг Барр. Потому что, ну, до хрена здесь всего. Ну, бруда с Этериалом, бруда с Дагоном. Это уже половина ХП для любого персонажа. Плюс Ассасинейт от Снайпера, плюс Сакс неприятный со своими... Да вообще просто неприятный. Тут, конечно, ничего с БКБ не заяведишь особенно, но... Просто даже смотреть неприятно. Ну и Рубик, который тебя в Телекинезе держит, потом еще через роту Фотос будет замедлять. Короче говоря, надо. Блэк Кинг Барр надо. Ну, собрались. Два парня. У одного Этериал, у второго. У одного Дагон, у второго Адаптив Страйк. Уходит у нас Бруда на лоу ХП. Очень битая, еле волочит задние лапы. Ну, живая. В принципе, живая. Где у нас просел Горец? Горец у нас просел на топ-лайне. Развалили Горца. Что он здесь сделал, непонятно. Но Бруда, как вообще без Бруды, да? Такой праздник для команды Тим Тинки, чтобы сюда Флоу не пришел. Даже удивительно. Забирает тринадцатый ассист. Уже для себя Флоу. Ну и отжирается с ульты. Все очень-очень прозаично для команды Тинкер. Уходит на нижний лайн. Артес заходит просто так. Через... Есть, в принципе, иллюзия. Есть ульта. Можно попытаться подраться. У Койфп опять что-то с лицом. Продолжение от Артеса. Должен забирать Тауэр. Блэк агрит на себя Артеса. Развалили. Доигрался на скрипке у нас Артес. Разбили лицо. Тауэр, конечно, сильно битый, но Тауэр стоит. Хотя здесь еще есть... Нет, здесь ничего нет. У Тауэра 38 хп осталось. Я думаю, здесь примерно схема по разменам тронами. И по... ...всяким заходам под смоками на хайграунд. По-моему, более чем возможно. Ну, игра интересная. Игра обещает закончиться. Мне кажется, лучше даже, чем есть на самом деле. Но тут уже просто психанул Гаддем. Думал разобрать Флоу. Флоу у нас только что был в Хигсе. Просветили Флоу. Флоу разваливается. Блэк врывается у нас в Гаддема. Сразу же Фессуру ловит. Разультился у нас Афонинджи. Можно драться. Сыр еще в Афонинджи до сих пор. Можно попытаться посражаться. Где же твой Блэк Кинг Бар Афонинджи? Рассыпался у нас. Мидер команды Хелл Рейзер. Четыре байбэка от Ашеров. Четыре байбэка. Будут гнать, видимо, пока есть вообще такой вариант. Бегут. Дред бежит. Гаддем бежит. Стампи проюзали. Ну, очень далеко у нас команда. Тим Тинкера. Может и не очень далеко. В принципе, Блэка отправили здесь в Этериал. Блэк отсюда уходит. Надо гнать Блэка. На Чена плевать вообще. Блэка развалили. Скайросмаг забирает Блэка себе. Ну, конечно, по золоту Ашеры просели колоссально в этом файте. Я думаю, что мы не посмотрим с вами. Да, посмотрим. 2.300 тратит у нас за эту драку Афонинджи. Вот, что называется, себе дороже. Просто не провязал сыр вовремя. Подставился под акса. Ну, там не провязаешь сыр, потому что загрин был на акса. 1500 теряет у нас Морфлинг. 1100 теряет у нас Гаддем на Шейкере. Лайн стоит. Это главное. До Рошана. Одна минута. Афонинджи наконец-то начинает собираться в Сатаник. Понял, что по ХП какая-то беда. Куда здесь решил Афонинджи спрятаться и... Увидели ли, кстати, друг друга герои? По-моему, нет. Флоу вообще здесь ничего не видит. Флоу просто у нас летает по лайнам. Ну, все. Афонинджи здесь, Артес здесь. Тауэр надо добивать. 38 хп. Просто дунуть надо Афонинджи. Или дунуть надо Артесу. Ну, только не во время игры, конечно, нет. Я имею ввиду, просто даже от самого слабого удара, самого слабого героя команды Хеллрейзерс. Развалится у нас Тауэр. Тут уже, понятно, Тауэр не жилец. Ну, просто надо подойти. Лайн подпушен. В принципе, крипы готовы. Можно начинать драться. Будет ли врыв какой-то? Фиссура пошла в Койкву. Эхо слэм по голове. Все, там уже Койкве. Врывается у нас Горец. Снайпера отправляет у нас на базу Чен. Неприятно. Вроде все вложили. Правда, забрали... Нет, Блэка не забрали. Блэк только бэйбэкнулся. Только-только отреспаунился у нас. Ну, в итоге... Никто никого не убил. Друг друга напугали. А Тауэр, кстати... Да, Тауэр забрали. Ну, оно, наверное, того стоило. 2.900 у Блэка. Есть Кераса. Есть Блэк Кинг Барр. Есть Кримзон Гвард. Блинк Даггер. Все, короче говоря, у Блэка есть. Что там у кор-героев Ашер? У Афониджи появляется практически все уже. На сатаник. Нет Блэк Кинг Бара. Я не перестану повторять. Нужен БКБ Афониджи. Может он думает, что его пронесет? Нет, его не пронесет. А если пронесет, то... Совсем другим уровнем. Если зацепят у нас... Оцепляли уже неоднократно у нас Афониджи в какой-нибудь важный момент. Он просто не выходит из того же Агра от Блэка. А там снайпер с руки разваливает. Молнии вылетают. Криты вылетают. МКБ есть. Уворачиваться никаких вариантов. Надо брать Блэк Кинг Барр. Конечно, все это уже после Собранного Сатаника. Что у Морфинга? Морф все понимает. Морф умничка. Артес у нас все знает, как играть в доту. Прекрасно знает. Прекрасно. У Артеса Блэк Кинг Барр есть. Артес, скорее всего, еще и Аэгис у нас заберет. Но Артес уже посильнее будет, наверное, чем Афониджи. Афониджи уже такую. Полукерри, полукоргерой, полукакой-то сильный-пресильный саппорт. Суперперекачанная девушка. Которая, в общем-то, не боец в уличной драке, но навалять одному-двумя-двум может. Нет, конечно, боец у нас Афониджи в драке. И выключает 100% в соло Рубика. Выключает наверняка в соло у нас Чена и Бруду. Сможет ли он тягаться? Ну и Блэка, скорее всего, тоже. Но сможет ли он тягаться со снайпером? По-моему, наверное, нет. У снайпера очень много по демиджу. Тут почти 400 уже с руки у Койква. Все это под огромным количеством атак спида. Опять же, опять же, опять же. Бабочка не дает у вороты. Да, дает скорость атаки, дает демидж. Но основное ее преимущество, как бы ее не грейдили, чтобы с ней не делали и как бы не переделывали данный артефакт. Это основное, конечно, преимущество все-таки в у воротах, а не в скорости бега, там в скорости атаки. Когда дерешься 5 на 5, там особенно никто не бегает. Никто ни за кем не гоняется. Если стали, тем более на таком уровне. Тут просто станут взрослые дядьки и кулаками месить будут друг друга до потери пульса. У Гадема сыр. Это хорошо. Гадем слишком часто у нас умирает. Пайлайдай. Дал фейтболт, ушел. Артес в кустах на чужой половине карты. Кому это нужно, зачем, непонятно. Артес пойдет лес фармить. А что вообще еще остается? Сыр надо выложить. Вместо сыра надо что-то посерьезнее брать. Я думаю, тоже не лишним будет тот же сатаник. Морфлингу можно отжираться. Морф очень классно бьет с руки. Всего хватает. Скорость атаки бешеная. Сатаник для морфа, ну, по-моему, самое оно. Вообще, всем сатаники, пацаны. Всем сатаники. Сатаник шейкеру, сатаник скайросмак. Дредд с сатаником, по-моему, лучше вариантов не представить. Для вечера четверга. Дредд, который уничтожает команду тинкер с сатаником. Ну, понятное дело, что сатаник этим ребятам не надо. Вот тем, кто может бить с руки по типу морфинга, уже давно-давно пора бы задуматься об серьезном аджоре. Дабл дэмэдж для морфа. С руки 650. Ворвался, два удара дал. Дальше. Через Этериал Блейд, через Адаптив Страйк. Ну, можно попробовать. Что, в принципе, морф теряет? Да ничего морф не теряет, но Артес стоит. Минжуется Артес, не старается. Как-то она вязать экшен, но боится. Боится слиться. Потерять Артеса в команде Ашер вообще ни в коем случае нельзя, ну. Что орб, ребятушки? Что орб? Это же вроде рейндж-герой. Там, по-моему, орба не работает. Отжирается и слоует. Ну, точнее, орба работает, но, по-моему, стакается, если я не ошибаюсь. Ничего особенного не вижу. Так, у Афонинжи 4200. Все время на капусте. Все время руководит вообще всеми вечеринками. Этот персонаж. Все, в принципе, имеется. Можно, в общем-то, и заходить подраться. У Гадема ульта есть. Где Гадем? Гадем только с хайграунд отходит. У него, помимо ульты, есть Чуяганим. Надо попробовать подраться. Блэк очень сильно проседает. Под Хюксой, под Мистик Флеером. Разваливается у нас потихонечку Блэк. Правда, живет. Так, Эхослем пошел у нас от Гадема. Койку зацепили. Койку надо разрезать. Койка все еще живет. Умирает у нас по факту Койка. Сразу же байбекается Блэк. На лоу ХП. Блэка надо выносить. Вынесли Блэка. Блэк выкупается. Один Чен у нас в таверне. Со стороны команды Хелл Рейзерс в таверне у нас находится Дредд. Ну, Горца разбивает здесь. Горец рассыпался. В итоге два... Два в три подрались. Два байбека со стороны Тим Тинкер. Горец выкупается. Никто не будет никуда отходить. Блэк после байбека. Блэка надо разваливать Блэка 100%. Я не ошибся. Блэк... Да, Блэк после байбека. Блэка надо бить всеми силами вообще. Койка на лоу ХП. Артес. Киллинг спри уже. Погнали у нас Блэка. По-моему, доигрался Блэк. Все эти трипл киллы, которые были в начале игры, там в начале игры и остались. 60 минут. 60-ая минута. Команда Хелл Рейзерс долго, мучительно и очень напряженно, но заходит на хайграунд команды Тинкер. Постепенно разваливают одну сторону, разваливают вторую. Выкупается у нас Бруда. Куда вообще у нас Бруда решила выкупиться? Здесь Афонин же решил подраться под вражеским фонтаном. Немного ли вообще Афонин же на себя берет? На Т4. Все, разваливают Т4. Акс не байбекнется. Койква не байбекнется. Нет пути. Нет будущего для Тим Тинкер. Только в следующей карте. Опять же, если получится. Ну что? По-моему, очень круто. Вот это было действительно по-львиному. Ждали, терпели, 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 терпели. Раннюю игру просто в кал провалили. Но это не помешало в итоге выйти на крутейшие показатели. У Морфа у нас 658 ГПМ. У Афонин же 701 ГПМ. Где Снайпер? Снайпер что с лицом? Непонятно, что с лицом у Снайпера. Снайпер эту игру проиграл. Поздравляем Hellraiser с первой победой в данном Best of 2. Реально интересный камбэк. За часик откатали. Go next. Все, услышимся через пару минут. Пока не стесняйтесь. Заходите в группу контакте, подписывайтесь. Ну и нажимайте follow на нашем твиче. Что там с качеством? Ребят, не могу вообще сказать. С качеством черт знает что творится. Твич там какие-то игры с нами играет. Но твич у нас доиграется. Все, услышимся через пару минут. До связи. Продолжение следует. Продолжение следует.